Сумасшедший доктор! Жизнь должна быть жизнью, творческой жизнью, а тут мне приходится самому помогать жизни, ведь люди нуждаются. В настоящее военное время, в починках, одному нужно ногу приделать, другому руку, третьему нос приделать, четвертому череп насадить. Ха-ха-ха, насадить череп. Вы понимаете ли? Нужно ему насадить череп, плачет. Это не шутка. Как я доктор и все время войны произвожу починку в людях, в бедных солдатиках, несущих в свою жизнь жертву Отечеству? Да, в жертву, безумию сильных мира сего. Ха-ха-ха, безумию сильных мира сего. Я, мол, царь, я король, я президент, я узурпатор. На самом деле ты не царь и не король и не президент и даже не узурпатор, а властолюбец, подлый властолюбец, безумная, злая, адская пиявка, двуногий дьявол, крещеный сатана. Ха-ха-ха, крещеный сатана. В самом деле, что это такое? Какой черт родился на земле и властвует над жизнью других? Он имеет право убивать подобных себе людей. Да разве это человек? Он хочет какую-то свою глупейшую мысль провести в жизнь других, чтобы люди жили так, как ему хочется. И вот орет, кричит, пишет, убеждает и смущает целую толпу глупых людей, которые слушают его, которые вместе с ним идут и убивают, реже таких же, как сами они. Да разве это не девольщина? Разве хуже, мерзее этого может что-либо быть на земле? А поэты, священники, философы, им по Нигерике поют? Ах, да ведь это самое ужасное явление на земле. Я вот уже два месяца, как от этих ужасов, не сплю. Каждый мерзавец, каждый кровопийца, каждый двуногий дьявол хочет перекроить всю жизнь человеческую. Плачет. И как перекроить? У одного руку отнимет и говорит тебе, товарищ, без руки тебе лучше будет житься. У другого ногу оторвет. И также говорит, тебе, мой друг, одной ногой лучше ходить, а у третьего позвоночный столб разрушит и несколько частей из него вырвет. И также говорит ему, это во имя социального, общественного блага мы сделали тебе. Живи себе на здоровье. Затем покроет миллионами и даже десятками миллионов человеческих трупов всю землю и этому радуется, торжествуют, гордятся и несут за это своим богам благодарственные молитвы и жертвы. Ха-ха-ха. Я лучше предпочел бы быть самым страшнейшим и мерзким, но мирным дьяволом, чем человеком, проливающим кровь ближнего своего. Я скорее готов есть крыс, мышей, лягушек. И если бы их не было, то чтобы утолить свой голод, решился бы есть землю, чем убивать людей, заниматься грабежом и на трупах, на трупах человеческих создавать минутное счастье, минутное удовольствие своей жизни. Доктор побледнел и начал исторически рыдать. О проклятая мать! Проклятый отец, у кого дети, солдаты! Проклятый тот род, который хоть один час одержался власти! А ты, развратница и вечная тирания человеческого рода власть, не являешься ли воплощением смерти на земле? Не являешься ли ты матерью всякого зла на земле? Не из твоей ли, Клоаки, выползают разного рода адские чудовища, угнетающие и вечно мучающие род людской? Сгинь! Сгинь всякая власть на земле! Я сидел возле него, как не свой, мне было очень жаль его, и в то же время страшно. Сгинь же, нечистая сила! Ха-ха-ха! Нечистая сила! Ах, нечистая сила! Ха-ха-ха! Нечистая сила! Отныне я не хочу быть человеком, нет! Я хочу быть змеей, только без яда. Я хочу быть поганой крысой, только без зубов и чумы. Я хочу быть собакой, только никого никогда не кусать. Я хочу быть лягушкой, ящерицей, зайцем. Одним словом, кем бы и чем бы ни быть, только не человеком. Быть человеком, значит быть дьяволом! Выскакивает и смотрит на всех людей, пугается и во весь рот кричит. «Я боюсь вас, господа! Ха-ха-ха! Я боюсь вас! О боже, сохрани меня от этих двуногих дьяволов! Их глаза — орудийные дула, их нос — это баллоны ядовитых газов, их головы — это целые груды трупов, их уши — это навесный огневой заслон, а руки — это движение полков, туловище — это кладбище, ноги — это адская катящаяся лава, лава! Господа, лава! Ха-ха-ха!» — истерически рыдает. «Боже, спаси меня от людей! О, Господи, спаси меня от этих двуногих кровавых дьяволов!» «Милые мои звездочки, помогите мне уйти от этих налитых кровью дьяволов! О, какие они красные! Кровь-то! Кровь-то в них так и переливается! Вот они, гигантские дождевые черви! О, как я ненавижу людей! Отныне я проклинаю весь род людской! «Господа, я теперь не человек, я животное! Я свинья! Я мерзкая гадюка! Но я не человек и не хочу быть им! Я животное! Милое, тихое, кроткое животное!» «Батюшка! Я читал Евангелие, и там в этой святой, единственной святой книге, говорится, что Христос родился человеком! «Я верю, да! Он родился человеком! Но он и жил человеком! Это единственный был человек на земле! Вы понимаете меня? Только он и был один человек на земле! Но я должен сказать вам, какое нужно Христу иметь смирение, чтобы родиться человеком, облечься в это злое существо! У кого есть святой Евангелие, дайте мне его! Скорее дайте мне эту книгу, иначе я погибну! Я умру, господа, без этой книги! К черту медицину! К черту всю сатанинскую науку! К черту всю человеческую культуру! Кровавую, насквозь пропитанную фальшью, обманом, ложью, лицемерием и всяким дьявольским злом! Знаете, батюшка, не даром ни у одного животного нет столько названий пороков, грехов и беззаконий, сколько у ненавистного мне человека! Это потому, что он есть составное дьявольское существо! Ах, тоска! Тоска смертельная! Невыносимая тоска! Зачем я живу на свете? Я сам не знаю! Я! Сын мой, успокойтесь! Вы такой есть, каким себе изволите считать! Прежде всего, вы очень добрый, кроткий и любящий всех, никому никогда не делавший зла и огорчения! Доктор, разве это так? Разве я такой добрый? Это очень хорошо! Очень мне легко, если я таков! Но ведь я человек, вот мое горе! Я потомок кровавых дьяволов! Господа, я сейчас постараюсь освободиться от человечества! О, обязательно постараюсь! Доктор быстро, в один миг бросился из вагона на площадку, а с площадки под колеса поезда, и действительно, он уже через две минуты лежал освобожденным от человечества! Сумасшедший капитан! В палате! Семь! Я, господа, сам себе вслух говорит, капитан! Ну, конечно, как вот война началась, я отправился со своим полком. Вдруг у моих ног упал снаряд, я хоть бы вздрогнул. Мы отправились прямо из Новгорода, и в это время была ужасная канонада. Три дня она беспрерывно продолжалась. Около города Холма наш полк первый раз вступил в бой с австрийцами. Во время отъезда на поле сражения наш полк нигде не задерживался. В это время мы трое суток стояли под сильным огнем. Я, как всегда, в эти дни молился Богу. Да, но о чем-то я хотел говорить. Да, вспомнил. Я говорил о молитве. Да-да, молиться Богу непременно нужно. Хоть я опять не понимаю, для чего молиться Богу? Разве наша молитва без исполнения воли Божией будет услышана? Никогда. Вот и наш полк, вы все время молился, а Бог над нами смеялся. Да и как не смеяться? Идут люди убивать один другого и молятся Богу, чтобы его-то Бог спас, а противника, чтобы тот же самый Бог помог убить. Ну, конечно, наш полк очень много пострадал. В это время я командовал ротой, а потом уже и целым батальоном. Во время моей команды на атаку австрийцев я, знаете ли, получил письмо от моей жены. Она пишет, что у нее родился сын. Я сейчас, знаете ли, пригласил на закусочку своих товарищ-офицеров. И вот мы кутнулись с ними. Атака была у нас неудачная. В это время я не мог встать. А мясо мне совсем не по желудку. Командир полка что-то сейчас нездоров. Наверное, он утомился. Скорее всего, после винта или преферанса. Ах, боже мой! А вот собачка моя как-то плохо стала лаять. Да что-то мне очень не здоровится. Николай Николаевич, верховный главнокомандующий, человек большого стратегического ума. Сегодня я должен подать рапорт относительно того, что я должен выехать в главную ставку верховного главнокомандующего. Выходит к нему сестра. Он обращается к ней и говорит. Вы, может быть, знаете, как мне добраться до главнокомандующего? Я ему должен и обязан открыть против него заговор. Да, заговор. Форменный заговор. Против него в заговоре участвует весь царский двор. Ах, это ужасно. Сколько ему нужно иметь терпения. Да, вот мысль. Говорят, что Наполеон все против себя заговоры разрушал. Одной лишь своей мыслью и одним своим взором потрясал всю Европу. Ну, прекрасно. Я и тут мирюсь. Пусть будет так. Но чем Христос потрясает сердца человеческие? Вот где задача. Ведь люди, говоря откровенно, стали толстокожими свиньями. Они не понимают Христа и никогда не поймут его. Христос. Да, Христос – это мировой вопрос. Я знаю, что Наполеон и теперь Вильгельм побеждали и побеждают своих врагов войсками. А чем же побеждает Христос людей? Да, верь или не верь, а приходится убеждаться, что он действительно есть Сын Божий. Вот бы было хорошо, если бы он появился на небе и всему войску сказал бы «Солдатики мои, идите домой и не деритесь между собой». Как? Пошли бы солдаты домой или нет? Нет, не пошли бы. Они побоялись бы расстрела. Ведь их сейчас бы начали расстреливать. Вот у меня голова опять стала болеть. Что-то стало на душе тяжело. Ах, я уже устал. Страшно устал мыслить. Мне не хочется одного слова сказать. Я остановиться не могу. Сна нет. В голове какой-то шум. Нужно завтра спросить доктора. Что это со мною? Почему я не могу себя взять в руки? Неужели у меня нет воли? Да, значит, я забыл. Полк наш оказался весь разбитым. Офицеры все из строя выбыли. Вот что значит война. Ах, ведь я в то время от жены получил письмо. Впрочем, в этом письме она писала мне о чудесном сне. Значит, она видела во сне Матери Божию, которая стояла на коленах перед своим сыном и молила его, чтобы он прекратил народную бойню. Да, это замечательный сон. Я все-таки удивляюсь, как Божья Матерь могла стать на колени перед Христом и просить Его прекращения войны, когда она сама прекрасно знает, что Христос, как Бог, наградил всех людей совестью, открыл им свой святой закон Евангелия. И если люди все отвергли, то чего ради Божья Матерь будет молить сына своего о людях? Нет, я уже устал. Я хочу спать. Ну вот, опять мысли. Что же будет с землею, если люди окончательно уничтожат одни других? Наверное, кто-нибудь да вместо людей будет владычествовать над землею? На самом деле, человек очень страшное животное. Ему бы уже скоро нужно исчезнуть с лица земли. Это какое-то чудовище ужасное. Может быть, человек и не животное, а дух. Просто адский дух. Всеразрушающий дух. Стой, я сейчас еще жив. А когда умру, я обязательно тогда буду духом. Я буду входить в спальник с женщинами и буду их пугать. Вот тогда получится комедия. Понимаете, какая получится тогда комедия? Полк, значит, мой перевелся на отдых. Понимаете, я как будто слышу канонаду. Неужели австрийцы подходят? Вот и пулемет трещит. Это что-то ужасное. Я очень боюсь. Неужели сейчас придется идти в полк? Тревожно озирается кругом. Да ведь дело-то не шутка. Канонада все сильнее и сильнее становится. Это дело серьезное. Хоть бы исповедаться. Грехов-то у меня много. Самый великий грех. Я одну молодую галичанку тронул. Это сильно на меня подействовало. Наверное, я от этого и заболел. Как она просила меня на коленях, чтобы я не трогал ее. Но я был немножко выпивший. Вот я ее и слышу, день и ночь слышу, как она молит и просит меня не трогать ее. Дурак я был. О, какой большой дурак я был. Теперь вот и страдай. Ну и тут больше предрассудки. В самом деле, убить у нее отца, брата и убить на войне совесть не мучает. А тронуть девушку, чувствуешь совесть. Я думаю, что война слишком нам с детства вбита в голову, как величайший добродетель, как героизм, как защита отечества и так далее. Но в сущности, война есть один из самых непростительных грехов. Так говорит совесть. Так говорит и религия. Мне бы сейчас нужно доктора. Что-то у меня в голове творится неправильно. Я не помню, контужен ли я или ранен, но это пустяки. Дело в том, что я не могу удержаться, не говорить. Сегодня я обязательно отправлюсь в выставку Верховного Главнокомандующего. Мне нужно свой полк принять. Затем комплектовать его, иначе дело будет в швах. Да и под суд попадешь. Удивительнейшая личность Христос. Если бы все люди созерцали его, перед ним мыслями, делами жили, и тогда был бы на земле рай. Я иначе его не могу представлять, как живым, видящим нас, знающим все наши мысли и сердечные движения. И я как только поправлюсь, так обязательно каждый раз буду все свои мысли и дела проверять его реальным присутствием. Жизнь так мала, а ответственность так велика-велика, что страшно становится на душе. У меня опять голова что-то не в порядке, кружится. Хочу не говорить и не могу. Очень устал, утомился. Вот хоть газоядовитые, какая в них скрывается страшная разрушительная сила. И все человек, что не завоевал собой, своим умом, своим разумом, вдруг опрокинул все это на себя, и от этого он гибнет, умирает и исчезает с лица земли и тому подобное. Этот бедный капитан, 15 суток не закрывая рта, все, что он не мыслил, выражал в словах, в звуковой форме. Наконец умер. И умер в самых страшных конвульсиях. Солдат буйно сумасшедший Этот несчастный был красивый солдат. Он происходил из Великоросса в московской губернии. Я первый раз его видел в больничной палате. Он был в сумасшедшей рубашке привязан к койке, и день и ночь его зорко сторожили. С ума сошел он в тот момент, когда первый раз заколол немца. И последний, вбирая в себя внутренности, упал к его ногам и произнес по-русски следующие слова. «Брат, я умираю, прощаю тебе твое убийство». Эти слова немца до того подействовали на этого несчастного, что он на второй день заболел, а на четвертый уже совершенно сошел с ума. Первый раз, когда я его увидел, он находился в самом ужасном состоянии духа. Он все время кричал, «Злодеи, злодеи, что вы сделали со мною? Вы погубили, навеки погубили мою душу. Ах, спасите меня, спасите Христа ради. Все святые, помогите мне, мне страшно. Я убийца. О, я убийца!» Тфу-тфу-тфу, плюет во все стороны. «Что вы смотрите на меня?» «Смотрите, смотрите, товарищи!» «Все, все мертвецы повысасывали свои длинные носы из своих могил, да и храпят на меня, а носы их толстые да страшные, все раздувается да раздувается. Ах, как они страшно храпят и раздуваются!» «Что же это такое? Теперь они все свои носы спрятали в могилы, а вместо них выпятились языки свои?» «Смотрите, смотрите на их языки, качаются то в одну, то в другую сторону, а на языках-то их сидят страшнейшие змеи, лягушки и крысы и мыши и ящерицы. И все они так страшно кричат, квакают, что у меня волосы столбом становятся. Вот чудо! Теперь я вижу из могил по одному глазу, страшнейшему глазу, и все они смотрят на меня и моргают мне. Да как страшно моргают! Прочь, нечистая сила, прочь от меня!» «Что вы, господа мертвецы, пришли ко мне и повыпящивали свои ужасные языки? Что вы говорите? Что? Что вы говорите? Вы говорите, что вы меня заживо съедите? Проглотите? «Нет, господа, ради Христа, оставьте меня. Правда, я сознаюсь, что я убийца. Но что же делать? Действительно, я убийца. Я сознаюсь. Но я ведь шел убивать людей не по своей воле, ей-богу, не по своей воле. Вы не верите? Пусть я с места не сойду. Пусть я провалюсь сквозь землю, что я не по своей воле пошел на войну. «Знаете, товарищи, ничего не поделаешь. Царь приказал идти на войну, и я пошел. А если бы я ослушался его, то знаете, господа мертвецы, ведь меня бы расстреляли и сослали бы на каторгу? Так вот, господа мертвецы, прошу вас, помилуйте меня, не ешьте меня, не глотайте меня. Я ведь еще верю во Христа. На мне, вот смотрите, крест есть, значит, я христианин. Кричит «Господи, спаси меня! Мать моя родная, спаси меня! Жена моя, дети мои, спасите меня! Мертвецы, мертвецы хотят в своих зубах истолочь меня в порошок! Ах, да где же вы, мои друзья? Да где же вы, люди? Что же вы не помогаете мне? Ведь мертвецы уже обнажили свои зубы и скрижещут на меня! Ах, господи!» «Нет прощения, убийцы! Я убийца! Я убийца! Я убил немца!» Весь покрыт потом, дрожит, и его держат три санитара. «Вот что значит слушать царей!» Опять начал кричать. «Вот что значит слушать царей! Черт их создал, а не люди!» «Да вот и верим! А потом вечный мучся! Мучся, мучся! Ха-ха! Ха-мучся!» «Вечно мучся! Да, мучся! Ха-ха-ха! Мучся! Да вот и мучусь! Что вы привязались ко мне, господа мертвецы?» «Что вам? Что от меня несчастного нужно? А, вам нужна моя душа! Так-так! Ну хорошо, я согласен ее отдать вам! Но только под условием, чтобы я был после этого свободен от мучения совести!» «Что же, согласны на это? Что? Не согласны? Почему не согласны? Вы хотите меня замучить? Да? Господа, за что же вы хотите меня замучить?» «Право, господа! Я не знаю, за что вы так ко мне немилосердны!» «Ну что же! Я убил немца! Это верно! Верно! И я не отнекиваюсь от этого, что я убил немца!» «Но ведь я не знал, что война есть зло! Я просто считал войну, даже за святое дело! Значит, нужно воевать за веру, царя и Отечество!» «А тут оказалось, что война есть непростительный грех!» «Я теперь и сам сознаю, что война непростительный грех! Ежели бы война не была грехом, вы бы мне не появлялись ко мне и не желали бы меня съесть!» «Моментально бросается озим и страшно корчится! За что же вы бьете меня? За что? О, меня секут! Караул! Батюшки! Меня бьют! Меня всего зубами кусают! Рвут! Спасайте меня! Спасайте! Весь потный! Родимые мои! Спасайте меня! Мертвецы меня мучают! «А, вот и дьявол! О, какие они страшные! Я не вынесу! Я умру от страха! Умру!» «Громко читает! Да воскреснет Бог и расточатся в рази его!» «Смотрите, смотрите, я читаю! Они еще сильнее мучают меня! Вот какие эти дьяволы! Что вы хотите от меня? Ну скажите, господа дьяволы, что вам от меня нужно?» «Я убийца? Я и сам это знаю, что я убийца! Я покаюсь! И вы тогда не будете меня мучить!» «Как? Вы говорите, что я не покаюсь? Вы говорите, что теперь я ваш? Ах, это ужасно! Ах, да что же это такое?» «Это ужасно! Ужасно! Ужасно!» Поет и плачет. «Милая моя! Родная матушка! Уж не прокляла ли ты меня, что я так мучаюсь? Уж не согрешил ли я чем-нибудь таким большим грехом, что я так страдаю? Милая моя супруженька! Или я тебя чем оскорбил или обидел, что я так страдаю? «Мертвецы меня съесть хотят, а дьявол терзает мою душу!» В это время он очень побледнел. «Вот она, матушка, совеста!» «Да, говорят, Бога нет, это неправда, что Бога нет. Я ведь был верующим, богобоязненным. Человека я убил. Теперь мертвецы съесть меня хотят. Смотрите, смотрите, господа, как они на окна-то смотрят! Вот да какие они страшные! Что вам, господа, надо, что вы смотрите в окно? Что говорите? Меня надо? Зачем? Съесть? «Нет, господа, я вас прошу, ради Бога, оставьте меня живым! Я ведь жить хочу!» «О, я узнаю, да узнаю, что тот немец, которого я убил...» «Да, это он!» «Что же это в его руках?» «О, да это его кишки и вся внутренность!» «Ах, да чего же он так грохочет? Чего он так смеется?» «Да он очень заразительно смеется! Я не могу удержаться от смеха! Ха-ха-ха!» «Вот смех так смех! Ха-ха-ха! Ай да смех! Ха-ха-ха-ха! Немец! Что ты держишь в своих руках?» «Гроб? Какой гроб? Для меня? Да? Для меня? Ох, как это ужасно! Я, значит, умру?» «Конечно, я умру!» «Плачет!» «Значит, я умру? Да, теперь я умру! О, да будет проклята всякая власть на земле! Да будут прокляты все цари мира сего! О, да будет проклят, проклят! Проклят капитализм людской!» «Война, убийства, ружья, пушки, аэропланы! Все это они повыдумывали на защиту себя и на убийство людей!» «Война, дочь капитализма!» «Говорят, что и на звездах есть люди! Может быть! Но там, где есть деньги, там, где есть золото, там нет людей! Там живут одни дьяволы!» «Да, только дьяволы! Ах, тошно мне! Ах, батюшки мои, тяжело мне! Сердце мое, сердце мое горит! О, как горит огнем скорби! Места не найдусь нигде!» «Я убийца! Я убил человека! Я не христианин! Нет, я не христианин! О, о, о! Вот опять, опять бегут ко мне мертвецы! О, да какие же они страшные! Лица-то у них совсем нет! Все они без голов! Все они тянут за собой свои кишки! Кишки-то грязные! И да вонючие! О, боже, спаси меня! «Вы, господа, опять ко мне? Чего вам нужно? Вы же очень страшны! Зачем пугаете меня? Я и так прежде времени посидел!» «Помилуйте меня, господа! Помилуйте!» – плачет. «Ну, помилуйте! Господа, ради Бога, помилуйте! Я, конечно, виноват! Что говорить? Я действительно виноват, что я убил человека! В этом я сознаюсь! Но все же, как невеликан, моя вина! Вы все же помилуйте меня!» «Право, помилуйте!» «Что? Убийцам нет милости? Да неужели такой великий и непростительный грех убийства?» «Да? Ах, боже! Что я сделал? Я погиб! И навеки погиб!» – кричит изо всех сил. «Господи, не оставь меня! Господи, спаси меня! Я погиб! Я убил человека! Господи, не оставь меня! Господи, прости мне грех мой!» «Я, глядя на его мучения, плакал! Стойте, господа! Вот опять языки мертвецов появились! Что вы дразните меня? Что вы гримасничаете? Зачем вы плюетесь? Я ведь вам не делаю зла!» «Сильно закричал! Уйдите от меня! Не мучьте же меня! Зачем вы жгете меня? Зачем вы сдираете с меня кожу мою? Зачем вы рвете мне руки? Ноги-то зачем? Ломаете мне?» «Это все за убийство? Да? Что? За убийство? О, ужас! О, ужас! Да, погибнет моя жизнь! Не могу! Не могу так жить!» На следующий день я опять отправился к всему несчастному солдатику. Я думал, что он, быть может, немножечко спокойнее себя чувствует. Но, увы, он, как и вчера, не переставал пугаться, дрожать, скрежетать зубами, падать на землю и корчиться. В этот день он говорил, кричал и очень обвинял себя. Он говорил, «Да, легко сказать, легко сказать, иди на войну, убивай людей, будь героем и получишь Георгиевский крест». «Я вот и пошел на войну и получил награду. Да еще какую награду? Душу! Душу свою погубил!» «О, погубил я свою душу!» — рыдает. «Погубил! Теперь мне конец! Я погиб! Человека-убийца я!» «Да что это такое? Опять мертвецы окружили меня! Опять они мне хотят мстить за немца! Бедного немца!» «Что вы, господа, хотите со мной делать? Ну, хоть пустите мою душу на покаяние!» «Я вот честное слово говорю, что я больше убивать никого не буду! Никогда не буду!» «Вот! Я что сделал? Убил человека! Ах, Господи! Ах, Господи! С детства моего я курицы не убил! А теперь, по милости каких-то царей, какого-то правительства, я убил немца!» «Убил человека! Долой царей! Долой правительства! Долой войну! Нужно разоружиться! Всем разоружиться! И тогда будет хорошо!» «Ах, батюшки мои, я погиб! О, я погиб! Это что? О, это души! Души убитых воинов! О, сколько их! О, как их много! Как много их! Что же это такое? Одни из них в виде летучих мышей! Другие, как большие совы! Третьи, точно вороны! Только какие-то голые, страшные и злые! Иные из них вроде каких-то чудовищ, и все они шипят и хрипло каркают! Я думаю, их сто миллионов будет! Вся вселенная покрыта ими, и не видно ни солнца, ни неба от них! О, какие они страшные! Все они летают, и одна другую своими внутренностями обвивают! И одна на другую плюют кровью, а одна другую проклинают! О, ужас! Опять! Опять немец лежит у моих ног! Он опять истекает кровью! Бедный мой немец! Нагибается и плачет над ним. «Прости, что я убил тебя! Прости меня! Я наказан! О, как жестоко я наказан за твою смерть! Ведь теперь я убийца! Я навеки не увижу Господа! Господа я не увижу! Слышишь, мой друг? Я Господа не увижу! Я погибший! О, я навеки погибший! Вот что значит война! Вот что значит убивать людей! Да и как? Как человек дошел до такого ужаса, до такого преступления, до такого безумия, что решается убивать подобного себе человека? Я говорю, как это возможно? Развяжите меня! Я говорю, развяжите меня! Я хочу доказать всему миру! Да, я хочу доказать! Ну, просто доказать, что если бы от начала мира, понимаете, от начала мира только одно совершилось, где бы то ни было, я говорю, только одно свершилось бы во всем мире убийство, то все человечество из-за этого одного свершившегося убийства в мире должно понести вечное наказание, потому что в этом убийстве, хотя бы даже через одного убийцу, виновно было бы все человечество, как перед Богом, так и перед самой жертвою насильнической смерти, так как в одном убийце, единственно, в одном убийце, весь род людской сделал бы это преступление по закону однородности, самой человеческой сущности с убийцей. И посягая на жизнь ближнего своего, я посягнул бы на непосредственного, на самого Творца, на волю Бога, который один только имеет власть и всемогущество творит людей и творит по своей воле. И вдруг его творение, которое само есть дар милосердия Божия, лишенное всякой возможности в себе творческого присутствия сил, и оно дерзает поднимать свою убийственную руку на Творение Божие, а через это и на самого Бога. О, да будет проклято всякое убийство! Да будет проклято кровопролитие! Господи, я великий грешник! Я убийца! Я убийца! Мы кто? Мы люди! Нет, господа, мы не люди, мы дьяволы! Нет, мы не дьявола, мы хуже и злее, чем дьяволы! А я? Я самый сатана! Нет, я еще хуже, чем сатана! Я убийца! Я убийца! Убийца! Я убийца! Ужас! Совесть моя! Ад! О, какой еще ад! Что? Что вы говорите? Господа, послушайте, что мне мертвецы советуют! Они советуют мне, чтобы я удавился или зарезался, или разбился бы! Они вот все около меня стоят, и все говорят мне, удавись, тебе будет легче! Вы слышите, что они мне говорят? Да, удавись! А вы потом что со мной делать будете? Знаю я вас! Что? Что вы говорите? Нет, господа, вы меня не бросите! Нет, вы этого не будете со мной делать! Ну, хорошо, господа мертвецы, хорошо! Да что же вы так ко мне немилосердны? Правда, я убил человека, но ведь меня правительство послало убивать людей! И ведь война! Вы понимаете ли это? Да, вы безусловно правы! Я тоже с вами соглашаюсь! Но ведь вы должны же вникнуть в мое положение! Господа! Господа, ради бога! Вы же должны вникнуть в мое положение! Стой! Зачем же бить меня? Я спрашиваю вас, зачем же бить меня? Караул! Опять корчится по земле. Караул, мерзавцы, черти, дьяволы! О, все они меня бьют, мучают! Скорее! Скорее спасайте меня! Погибаю! Меня они рвут своими зубами! Ой, ой, больно! Ой, ой, ой! Страшно! Мучительно! Милая моя мама, спаси меня! Родная моя мама! Зачем ты на горькое мучение родила меня? О, лучше бы я ребенком погиб! С ним произошел буйный припадок. О, родные мои! О, мать! Мать сыра земля! Скорее раздвинься и умертви меня! Смерть моя! Где ты? Родная моя! Скорее приди ко мне! Я в тысячу раз хотел бы скорее умереть, чем мучиться мне от этих мертвых духов! О, какие они ужасные и злые! Смерть моя! Скорее возьми меня от них и спаси! После этих слов он весь покрывается холодным потом и тотчас же начинает истерически хохотать. Вот так баня! Ха-ха-ха! Вот так наказание! Знать, как слушать правительство и идти убивать людей! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Это тебе возмездие за то, что ты слушал попов и архиереев! Все время натравливающих солдат убивать людей! Ха-ха-ха! О, батюшки мои! Как мне несчастному тяжело! Неужели все убийцы будут так мучиться? О, да! Так! Точно так! Но каково же будет мучение духовенства? Я говорю духовенство, которое благословляет войну! А убийство возводит в подвиг за веру! Возводит этот страшнейший грех в добродетель! О, да погибнет! Да погибнет такое духовенство! Кровавое духовенство! Тьфу, тьфу, тьфу! Отплевывается! Отойди! Отойди от меня, сатана! Крестит все четыре стороны! Уйдите! Уйдите от меня, голые черти! Сгиньте, дьяволы! Исчезните! Умершие души! Кричит! Ау! 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 О! О! Мяу! 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 Гам! 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 Ах, тоска! Смертельная тоска! Скрежищет зубами! Дьяволы! Оставьте меня! Ради Бога! Не мучьте меня! Молю вас! Пощадите меня! Зачем вы разрываете меня на части? Зачем вы сердце-то мое вырываете из меня? Что вы в нем хотите найти? Смотрите! Смотрите! Они смотрят на сердце и читают! Он убийца! Он убийца! Он убийца! Да что вы, господа, читаете? Разве я скрывал от вас, что я убийца? Я говорил и сейчас говорю, что я убийца! 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 Но после этого, что вам от меня нужно? Ну чего вам от меня нужно? О, господи! Спаси меня! Вдруг он весь так сильно задрожал от ужаса, и еще сильнее прежнего закричал. Господи! 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 Что я вижу? О, что я вижу! Все моря, все океаны превратились в густую человеческую кровь! О, кровь! 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 И знаете? По этим морям плавают военные пароходы? Стой! Стой! Это не пароходы! Нет! Это острова! Острова, господа! Одних черепов людских! Да! Это точно острова черепов! И смотрите! Смотрите! В каждом черепе маленькая душа человеческая! Как она в нем мучается, корчится и извивается от жгучих болезней и страданий! Да! Это одни человеческие черепа плавают по густой человеческой крови! А вот я вижу! Вся земля покрыта трупами! О, какими страшными трупами! О, ужас! Смотрите! Смотрите! Что мертвецы и дьявол делают? Они из черепов и трупов человеческих строят города, села, деревни и тому подобное! Вымащивают городские улицы! Вот так-так! Вот тебе человечество! Оно погибло! Оно утонуло в своей собственной крови! Боже великий! Что стало с миром? Его нет! Нет на земле ни прежних городов, ни сел, ни деревень! Все сгорело! Все погибло! Все уничтожилось! Только одни лишь трупы! И трупы лежат! А трупы затыкают уши! Я... Я слышу грохот пушек! О, канонада! Да, канонада! Вот и опять штыки! Да гляньте-ка, господа мои! Гляньте-ка! Смерть! Смерть ползет под землей! Из-под нее кровь льется, кишки тащатся! Черепа ломается в мелкие осколки! Кости! Кости человеческие мнутся! Ломаются и трещат! Нет мира! Один хаос! Один кровавый кошмар! О, господи! Наверное, скоро будет страшный суд! Да это и есть он самый страшный суд! Опять мертвецы! Опять дьяволы! О, батюшки мои! До чего я дожил? Нет теперь ни неба, ни земли! Нет уже ни прежнего мира! А вместо всего этого царит смерть! Страшная смерть! Да! Одни отделились дьяволы! Дьяволы одни остались! Красные дьяволы! Да голые мертвецы и только! О, погиб род людской! Погиб в своей злобе кровавой! В стихийной злобе! Теперь уже нет прежнего неба! Нет и прежнего солнца! Нет и прежней земли! Все погибло! О, все погибло! Все погибло! Существует только вместо старого мира одна смерть! Одни духи умерших и одни дьяволы! Убийцы! Кровожадные дьяволы! Все погибло и все потонуло в кровавом человеческом зле! Что вы, господа духи и дьяволы, говорите? Что? Вы говорите, что не вы виноваты в погибели людей и всей вселенной? Да? Так если не вы, то кто же? А кто же? Вы говорите, что сами люди убийцы? Да? О, это верно! Ах, да! Природа же наша злая! О, убийцы! 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 Все люди убийцы! Да, они убийцы! Они уничтожили сей мир своим убийством! Я тоже убийца! 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 Да погибнет всякое убийство! Да проклято будет всякое кровопролитие! Да исчезнет всякая людская ненависть и злоба! О, да исчезнет! Да исчезнет злоба людская! Навеки вечны! Да исчезнет с лица земли! В это время больной пал на колени и, став перед иконою, стал сильно рыдать и просить Господа, чтобы он помиловал его! После молитвы он пришел в полное сознание и минут через десять в первый раз уснул! После сна он позвал меня, покаялся и горячо плакал! На следующий день его отправили в Центральную Россию, и я не могу сказать об его дальнейшей жизни! Одно лишь скажу, что такого страдальца я еще не видел среди сумасшедших! Субтитры создавал DimaTorzok